Локдаун и инсайд, HR и дедлайн. Нет, это не урок английского языка, а современная русская речь. Иностранные слова заполонили наш лексикон, но всегда ли это так необходимо? Кто-то считает, что новые выражения останутся и перейдут в повседневный обиход. А кто-то уверен, большинство неологизмов лишь временное явление. Они исчезнут вместе с веянием моды. Наш корреспондент Полина Шорохова решила узнать мнение новурингойцев на этот счет. Подробности в сюжете. Не так давно комментаторам Матч ТВ запретили в эфире произносить слова, заимствованные из иностранного языка. В список вошли 40 англицизмов, например, «Окей», «Лайкать», «Перформанс», «Киперлокдаун» и даже «Чемпионшип». А это, кстати, официальное название футбольной английской лиги. Мы решили проверить, насколько осведомлены новурингойцы о новых популярных иностранных словах в русском языке. Что такое локдаун? Ну, локдаун знаем, что такое сейчас, конечно. Это когда полностью что-то, грубо говоря, закрыто и запрет на какие-то полностью проведения чего-либо. То есть это и есть локдаун. Насколько вы считаете, нужно и необходимо в русском языке употребление иностранных слов? Ну, считаю, что они вообще, в принципе, не нужны. Можно говорить просто другими словами, нашими российскими словами. То есть не обязательно всегда эти иностранные слова в нашей речи употреблять. То есть вообще бы лучше, конечно, от них избавляться. Ну, это я так считаю. Знаете, что такое слово «хайп»? Хайп, кто же его знает? Не знаю. А хейт? Нет, не знаю. А как вы считаете, нужно в русском языке использовать иностранные? Нужно. Знаете, что такое слово «инсайт»? Нет. Если не пойму, то я… Гугл помогает. Время не стоит на месте, потому что это новое. Нужны новые слова. Не заимствованные, как бы, не коверканные иностранные произношения иностранных слов. А вот нужно новые слова, допустим. Противостояние сторонников чистоты русского языка и приверженцев заимствований старо как мир. Еще в 18-19 веках, когда аристократия говорила на французском, между лингвистами происходили рьяные баталии, ну или батлы. Часть общества были за замену пришедших с запада слов на русский. Например, галоши предлагали называть макроступами. Несмотря на горячие диспуты, ну или споры, если говорить по-русски, с тех времен в нашем языке прижилось большое количество французской лексики. Сейчас то же самое происходит и с английским. Английский язык более емко говорит нам то или иное понятие. Есть примеры в профессиональной сфере. Допустим, нам легче сказать HR-специалист или PR-специалист, нежели объяснять, кто это по-русски. Также все, что связано с интернетом, с гаджетами. Нам легче сказать скриншот или, допустим, QR-код, чем объяснять, что это такое по-русски. Конечно, есть и такие слова, которые в целом можно заменять русскими. Например, кластер – это тоже объединение, а инновации – новшество. Но не только в деловом языке англицизмы заполняют повседневный лексикон россиян. Молодежный сленг – один из самых мобильных пластов речи. Здесь ассимиляция происходит со скоростью звука. Рофлить, чилить, флексить и юзать. В целом можно обойтись и без них, заменив русскими аналогами. А что думают об этом сами подростки? За последником, год-два, какие новые слова появились в вашем языке? Последнее – это «краш». Раньше человек, который тебе нравился, и ты не хотел называть его имя, ты просто придумывал что-то. А сейчас появилось классное слово «краш». Я считаю, что мне это не нужно, я могу выражаться совершенно по-другому. Ты за чистоту русского языка. Да. Есть слово, например, «рофл» – это в нашем понимании смешно, как-то интересно. Есть слово «криндж» – это мы понимаем, как стыдно, как-то, ну, когда человек делает что-то непонятное в своих действиях. Молодежью – это вполне употребляемо. К сведению, около 35% этого сюжета состояло из заимствованных и некогда прижившихся в русском языке слов. Это греческий, латынь, французский, английский и множество других. Язык всегда есть отражение истории страны и мира в целом. Сопротивляться новому не имеет смысла, но и слепо следовать за модой тоже. Осознанное употребление заимствований поможет не только сохранить красивую русскую речь, но и обогатить ее. Полина Шорохова, Богдан Жиделев, служба новостей, «Импульс».